то есть за день до нового года мы не стол накрываем а макияж готовим жанну безусловно макияж гораздо и образ новогодний мне кажется для женщин гораздо важнее нежели чем накрыть большой нарядный новогодний стол ну давайте узнавать что мы сегодня будем делать мне кажется что-то очень интересно да интересно и потому что что потому что карнавал потому что что осенью вторая часть малифисента вышла потому что что потому что я мальчик здорово на самом деле очень люблю когда в новогоднюю ночь проводят карнавальные какие-то вечеринки да потому что мне кажется это уже создаёт настроение поэтому малифисента как одна из моих на раз самых любимых героинь я думаю что с мы сейчас ее воплотим. Если макияж у нас сегодня необычный, то и делать мы, соответственно, будем его нестандартным. Нет, Жанна, на самом деле здесь из необычного, наверное, будут только скулы, да? Ты помнишь образ милифисента? Рога. Рога, рога будут, рога это прям да, и они будут сделаны не макияжем, как ты понимаешь. Светлая кожа. Светлая кожа, мы сейчас добавим очень активный контуринг, острые скулы, да, и у нее были такие подразмазанные немножко красные губы, то есть, наверное, все-таки уровень такой ведьмы, поэтому не будет все прям сильно гламурно, но постараемся сделать такую милифисенту праздничную, скажем так, да? Больше не со стразиком. Вот, поэтому сейчас я начинаю, как всегда, с тона. Это наш холст, на котором мы будем создавать дальше образ. Зрителям может показаться, что это просто темное пятно на щеке, давай поясним. Нет, ну это не темное пятно, это я сейчас растушевываю. Помнишь, какие скулы были в милифисенте? Там, конечно, использовался специальный грим. Вот здесь были накладки объемные. Мы этого делать не будем, мы просто с помощью цвета тени создадим иллюзию подобных скульптур одного образа. Это скульптор. Просто с помощью скульптора я усиливаю впадины, и мы сейчас добавим немножко объема. На самом деле, даже в домашних условиях можно сделать очень классный какой-нибудь карнавальный макияж, образ, даже не имея большого количества продуктов косметических. Так как образ у нас немножко необычный, в любом случае пришлось сделать скулы, такие искусственно острые скулы. Если вы помните, в милифисенте у нее как раз таки была такая форма. Кроме того, я сделала достаточно такие выразительные брови, потому что все-таки милифисент это у нас как бы такая злая волшебница, поэтому брови должны быть с характером. И сейчас мы поработаем с глазами, но глаза я поработаю очень быстро, кремовыми тенями, и слегка укрою натуральной коричневой тенью для того, чтобы глаза выглядели глубокими, такими магическими, но без излишка макияжа. Сейчас мы делаем губы, я их немного увеличу, и хочу напомнить, что у милифисента губы были такие слегка размазанные, как будто испачканной кровью, поэтому контур мы тоже раскручиваем и посмотрим, что у нас получится. Самое главное, конечно же, одеть аксессуар, сделать прическу, чтобы образ сложился воедино. Макияж глаз у нас достаточно несложный, немного кремовых теней, естественно, коричневое затемнение, и мы поставили, конечно же, реснички для того, чтобы образ выглядел более выразительным. Сейчас закончим губы, и начнем собирать наш образ воедино. Ну что ж, у нас здесь финальные штрихи, вот такая у нас получилась крутая рефисента. Сейчас увидим. Пока рога не упали. Интересно, как ты доедешь до корпоратива? Ну как, на троллейбусе, потом на метро, потом на трамвайчике. Наверняка лучше общественным транспортом. Конечно. Потому что… Ну, это такси сложно, пока не такси что-то увидят, а так плывешь. Ну что, смотрим? Поехали. Я не знаю, что сказать. Скажи, на юдиле. Авата кедавра. Ну, Оль, я в шоке, честно говоря. Мне рога идут-то? Да, рога и копыта. Спасибо, Оля, тебе большое. Я думаю, что я сегодня возьму гран-при по косметику. Олесь, я думаю, что все-таки следует ехать на метро, наверное, да? Я пешком пойду.